Привычный для седьмой школы шум и смех в эти июньские дни, как правило, замолкает. Экзамены – период ответственный, к которому обе параллели, 9-й и 11-й классы, готовятся основательно. Заранее предугадать сценарий испытания и приблизительный вариант заданий невозможно. Перед каждым экзаменом его объявляют отдельно в эфире Центрального республиканского канала. Светание на Нарочи, сторонка 161-я. Далее работа в кабинетах с соблюдением всех мер безопасности. Юноши и девушки сидят за партами по одному, на каждом – маска. Этого режима придерживаются и члены комиссии, за исключением педагога, который озвучивает диктант. Он находится на расстоянии от ребят. Ведь все, что окружает тебя, все, что построено, возведено, добыто на свете, сделали человеческие в любви. Трепет и волнение прослеживаются в глазах девятиклассников, однако они в первую очередь сконцентрированы на работе, в чем их поддерживают наставники и руководство школы. В свойственном человеку стремиться к лучшему. Важна оценка свидетельства. Как бы ни думал, что это еще не совсем серьезные экзамены, это не выпуск из средней школы. Тем не менее, мы будем формировать профильные классы, и средний балл свидетельства имеет значение. В нашей школе 72 выпускника средней школы. Среди них 6 претендентов на получение золотой медали. Дети настроены по-боевому, настроены подтвердить и даже улучшить свои знания. А сегодня эстафету девятиклассников приняли выпускники. У ребят средней школы номер 15 экзамен по иностранному, французскому языку. В школе он изучается на повышенном уровне, поэтому подготовка к испытаниям была самая основательная. Стоит сказать, что стены учреждения образования в этом году покинут порядка 80 ребят. Для них этот этап не только возможность подтвердить полученную отметку, но и шанс еще раз побывать в родных стенах, вспомнить то приятное и интересное, что будет гореть сердца долгие-долгие годы. Можно сказать, я уже три экзамена пережил, это уже мягко сказано, но все равно это очень волнительно. После каждого экзамена приходишь, просто дрожишь, но потом понимаешь, что все хорошо. То, что ты, так сказать, подтвердил свои знания. А дальше в большом расписании этой творческой и увлеченной молодежи получение аттестатов. В этом году оно пройдет, к сожалению, без церемоний и праздников. Однако этот особенный 2020-й останется в памяти выпускников на долгие годы.